Это немыслимо. Такой разрыв. Почему никто не контролирует население Таджикистана, нещает с каждым днем? Среднемесячная номинальная заработная плата сотрудников банковской системы в Таджикистане за последние два года выросла почти на 36%, а работников сельскохозяйственной отрасли на 20%. Отметим, что первые, по данным статистического ведомства, получают самую высокую в стране зарплату, а вторые – наиболее низкую. Размер средней зарплаты банковских служащих к началу второго полугодия этого года достиг 5822 самани, это 532 доллара, тогда как в этом же периоде 2021 года они получали 4291 самани. Зарплаты же сельхозработников за этот период вырос с 597 самани до 719 самани, это 66 долларов. Таким образом, разница между зарплатами сотрудников банков и Дыхкан в течение двух лет увеличилась до 8 раз. Среднемесячная номинальная зарплата в республике на 1 июля текущего года составила 2227 самани, это 203 доллара, а минимальная зарплата 600 самани, 55 долларов. Номинальная заработная плата – это конкретная сумма, которую сотрудник получает за работу. Отличается от реальной зарплаты на тем, что во втором учитывается инфляция, рост потребительских цен и тарифов на товары и услуги. Между тем, среднемесячная зарплата в Таджикистане остается на самом низком уровне среди стран Центральной Азии. Так, согласно официальным данным, за начало второго полугодия этого года средняя зарплата в Казахстане составляла 807 долларов, в Узбекистане – 358, в Кыргызстане – 352 доллара. Официальные данные по размеру среднемесячной зарплаты в Туркменистане отсутствуют. Нам было комфортно в Советском Союзе, при Советском Союзе, потому что, да, есть хозяин, который говорит, делай то, делай все. Для людей, для простых людей это тоже было нормально, потому что если местное руководство, оно не выслушивает, можно было пожаловаться туда, в Москву, и можно было найти на это управу. А сейчас кому пожаловаться? Сейчас некому. Только Богу. Как вы относитесь к такой ситуации? Уже решено, что будет транзит власти. Как бы, есть его сын, Рустам Имамали. Скорее всего, уже решение принято. Там ходит много слухов, что это будет, когда это будет, но, в принципе, скорее всего, транзит власти определен. Рустам Имамали – мэр Душанбэй и спикер Верхней Палаты Парламента. Всего у Рахмона 9 детей. Все родственники занимают высокопоставленные должности в правительстве и владеют крупным бизнесом. Тут и крупнейший алюминиевый завод, и авиаперевозки, банки, курорты и строительный бизнес. Всего не перечислишь, а тем более не посчитаешь. Данные о состоянии семьи засекречены. В Таджикистане о президенте и его семье вообще или хорошо, или ничего. Если честно, сейчас боюсь, что-то что-либо сказать, потому что с этим у нас все плохо. Нужно все время хвалить. Такого нельзя. Ну что тут такое? То есть все хорошее может. Я не знаю. Если хочешь говорить, говори, что все хорошее, а похоже, нельзя об этом ничего говорить. Только хорошее тебе все устроено. Люди боятся чего? Люди боятся репрессий. Раз. Во-вторых, у нас в Таджикистане действует принцип «кто не с нами, то против нас». У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!